Друзья, всем привет из Калифорнии, всем моим друзьям, подписчикам и всем людям. Так делаю внеочередное видео, и я его делаю для того, чтобы друзья вы знали о чем речь и глупости не писали в комментариях, потому что вы сами себя позорите. Если вы не знаете таких вещей с умным видом, это все тут пишите. И когда читаешь, ну это правда, ну не будьте вы такими глупыми, я по-другому не скажу, это вы просто смешны. И сейчас крыжила комментарии, и комментарии там ответила даже на него, но я решила сделать видео по этому поводу, потому что эта тема многих волнует. И естественно, что люди хотят видеть то, что они хотят видеть. Вот эта женщина, она хочет видеть, что все плохо. Ну вот как она предполагала, так и получилось. Вы знаете, вера это ведь очень сильное чувство, очень сильное. Вы сами знаете, что верующие люди, если какая-то у них там есть цель, если у них есть вера в успех, они там горы свернут. Много этих всяких показателей, но есть тупая вера, которая ничего людям не приносит, кроме сплетен. И вот это именно к этому и относится. Так, это у нас юзер 925. Цифры буду произносить. В общем, юзер 925. Мне написала. Надо понимать, Лени с детьми дали обычные туристические визы. Это, видимо, она меня спрашивает. Иначе бы она нам продемонстрировала грин-карты, как в свое время мексиканские. Тоже грин-карты. Да, и выбор жить в коррумпированной и бандитской Коста-Рике очень трудно объясним. Будь в наличии грин-карта штатов. Вот давайте я вам объясню. Во-первых, насчет демонстрации грин-карты. Почему Лена так радовалась и показывала грин-карту Мексики? Потому что она эту грин-карту сделала сама. Она не сделала ее за счет мужа. Она ее сделала за счет себя и детей. И так получилось удачно, что как раз в пандемию они находились в Мексике. И как раз вышел закон, там что-то по какие-то числа. Ты могла подать документы и тебе давали вот эту карту на временное жилье. Очень удачно получилось. И она быстренько сориентировалась. И получается, они с детьми эту грин-карту получили. И Лена присоединила трое на эту мексиканскую грин-карту. Понимаете? Она сделала трое на мексиканскую карту. И она такая радостная была, что вообще так, ну, правда, удачно получилось. И время как-то совпало. И женщина там, наша россиянка, как раз работала в этой организации. Она подсказала, что можно сейчас так легализоваться. И быстренько там это стоило. Недешево тоже. Ну, не две копейки. Но тем не менее. Потому что сейчас ситуация поменялась. И грин-карту ты вот уже по этому закону, по которому получила Лена, ты ее уже там не получишь. Сейчас это все сложно. Им для того, чтобы получить потом постоянную грин-карту в Мексике, им нужно будет там опять проходить определенную процедуру. И Лена идет главным картодержателем этим. Вот так вот скажу. Ну, думаю, понятно объяснила. Здесь, в Америке, другая ситуация. Вы знаете, что люди, которые живут в Америке, они очень болезненно реагируют вообще на любое упоминание грин-карты. Потому что для них это больной вопрос. И они, прежде чем жениться, они все подозревают, что от них нужна только грин-карта. Вот даже меня возьми, если я сейчас разведусь с Риком и встречу какого-то мужчину, которого нету грин-карты, у меня будет первое подозрение, что он хочет от меня грин-карту. Так же, как российское гражданство. С ближнего зарубежья приезжают, нет документов, ничего нет. Вы что, тоже подумаете, вас просто любят? И такой, ой, может быть, ты мне сделаешь грин-карту или прописочку? Это же понятно, что это уже заинтересованность есть. Америка это вообще больное у них место. Больное место здесь. И да, Лена получила, к сожалению, вот я вас расстрою, Лена получили все грин-карты. Я дальше в видео скажу, как они получили, что я уж не помню. Я сделала видео, еще оно не вышло. И вот лично на наш взгляд, это было бы сейчас как-то вообще не к месту даже, да? Получив эти грин-карты, они бы стояли с этими грин-картами и сейчас кричали на весь YouTube, а у нас грин-карты, наконец-то, грин-карты. Тут и так все в YouTube пишут, что якобы у нас мужья лохи, что Рик, что Трое, вообще чурбаны неотесанные. И они вообще не видят, что их используют, и что мы их обманули. Ну, понимаете, люди хотят это видеть. Я вам хочу сказать, что у нас мужья не чурбаны неотесанные. Это думающие люди, которые видят, кого они берут в жены. Это люди, которые чего-то добились в жизни, им не 20 лет, они уже соображают, что делают. Это вы хотите им приписать то, чего на самом деле нет. Это умные мужчины, и они знают, какие с ними рядом женщины. Вы видите в нас каких-то там корыстных женщин, они в нас этого вообще не видят. Они в нас видят совершенно другое. Порядочных женщин, отличительных от многих других. И я бы так не говорила, если бы, ну, Лена бы вот не вышла замуж, да? Вы думаете, он просто так, что ли, Лену взял? Потому что он дурак? Нет. Потому что Лена прекрасный человек. Вот без этих всех заморочек, там, грин-карту, грин-карту. Да она в Мексике, он с удовольствием бы осталась. С удовольствием, уже много раз говорили. Она просто влюбилась в эту Мексику. У нее не было... У нее цель была найти мужчину нормального. Вот и все. Она его нашла в Америке. Да, ей нравится менталитет американцев. Отношение к семье, к женщине, ничего такого-то. Ты, естественно же, что эти придурочные-то все и трое там писали. Ну, знаете, это ерунтой-то занимаются. Всем-то пишут, что мы это используем, наших мужчин-то, особенно Лена. И эти идиотки-то пишут, трое. Естественно, вот представляете, и Лена сейчас получила эти грин-карты и выйдет на YouTube. Она, во-первых, YouTube уже не ведет. И будет махать тут. Ой, у нас грин-карты, грин-карты пришли. Ну, слушайте, вот я бы была мужем Лены. Я бы это вообще... Мне бы это не понравилось, например. Эта карта получена за счет ее мужа. Это муж ей сделал эту грин-карту, эту болезненную. Потому что я делала как-то видео и говорила, что сколько тут девчонок живут уже по 10 лет, по 8. И без документов не могут никуда выехать. Переделывают эти свои кейсы. Один кейс запоролся, второй начинает оформлять. Господи, это такая проблема колоссальная. Шли другим путем, которым вы там не советовали. Конечно, Лена могла приехать, остаться в Америке с детьми и оставаться этой нелегалкой. Перелезть там через мексиканскую границу. Опять свое дело переквалифицировать. Кому это надо? Спокойно просидела, сколько она? Три года, два с половиной, я уж не помню. Спокойно ждала, сидела. Будет, так будет. Сложатся отношения, так сложатся. Получит грин-карту, так получит. Не получит и не надо. У нее мексиканская есть, которую она сделала. И вот за этот период, получается, она сейчас получила мексиканскую грин-карту, американскую грин-карту. И еще получит одно вид на жительство в одно место. Позже сейчас скажу. Еще раз скажу, что ерундой-то заниматься. Что-то какие-то фейковые свадьбы там они сделали. Зачем нам это надо? Зачем Лене это надо вам это придумывать? Я еще раз говорю. Не получилось бы у нее в Америку приехать. Ну и не получилось бы. Вы бы первые об этом узнали. Я бы вам сказала. Все, разошлись. Разошлись. Все, не дали грин-карту Лене. Не одобрили в посольстве. Друзья, все. Свадьба была настоящая. Грин-карты есть. Не машут перед экраном на ютюбе. Во-первых, она не ведет этот ютюб. Потом, это болезненный вопрос. Это бы никому не понравилось. Это даже бы не понравилось мне. Ей не понравилось, что Лена не махала этими грин-картами на весь ютюб. Не доказывала. Мы ничего не доказываем. Мы просто вам показываем нашу жизнь. Все. Мы не собираемся вам что-то доказывать. Потом, вот это, да, и выбор жить в коррумпированной бандитской Коста-Рико очень трудно объясним. Будь в наличии грин-карт штатов. Я ей написала, чтобы она залезла в интернет вообще для начала, прежде чем вот это писать. Я вообще не поняла, при чем здесь Коста-Рика. Вот, друзья, вы можете мне объяснить? Я не поняла. Но потом я, до меня дошло, что оказывается для этой женщины Коста-Рика и Пуэрто-Рика, это вообще одно и то же. Я уже начала в себе сомневаться. Думаю, может быть, где-то я оговорилась и сказала не Пуэрто-Рика, а Коста-Рика. Я не знаю, напишите мне. Возможно, это моя ошибка. Но я что-то не помню, чтобы я оговаривалась. Я, по-моему, вообще эту тему не поднимала еще. У меня в дальнейшем есть видео на эти темы. Но женщина, может быть, посмотрела в инстаграм у Лены, и она не в курсе вообще, что такое Коста-Рика и Пуэрто-Рика. И почему-то она стала смотреть, будто бы Лена поедет на Коста-Рику, в криминальную страну, в нищую. Но Лена не едут на Коста-Рику жить. Они едут жить в Пуэрто-Рика. Это Америка. И я ей написала, чтобы она залезла в интернет и хотя бы узнала, что такое Коста-Рика и Пуэрто-Рика. Пуэрто-Рика – это Америка. Она, видимо, не знала. Вот. И потом, через какое-то время, она мне дает ответ. Видимо, залезла в интернет, нашла Коста-Рику, Пуэрто-Рику и пишет мне вот такой ответ. Оля, ну ты-то поняла, что я имела в виду Пуэрто-Рика. Ошибочно написала Коста-Рика. Если бы они рванули на Коста-Рика, то вопросов бы не было. Там как раз все хорошо. В этой стране один из самых низких уровней коррупции и преступности. Но только идиоты не знают, что коррупционные скандалы и наркографик, проходящие из Доминиканы и Венесуэлы через Пуэрто-Рика. Но это сути не меняет. Вен-Картулу в Штаты Лени не дали. Правильно? Ой, знаете, у меня слов нет. Вот это то же самое писали про Мексику. Что Мексика коррумпированная страна. Да, конечно, коррумпированная. Если ты живешь в этом комьюнити, где коррумпировано все, там много и наркотиков, и наркотрафиков в Америку, и что только нету. И мне так смешно, как будто бы в Америке коррупции на высшем уровне нету. Это что сейчас творится. Все знают все эти последние скандалы и с президентами, и с его сыновьями. И сейчас все знают про этот остров. В Карибском море оглашаются эти имена. Тут коррупция на высшем уровне мало никому не покажется. На маленьком уровне ее нету. И поэтому, вот зачем вы мне это пишете? Я сейчас просто вам скажу небольшую информацию, кто не в курсе вот этих Пуэрто-Рика, Коста-Рика. Вообще зайдите, даже посмотрите видео, там все будет ясно и понятно. Пуэрто-Рика это бывшая испанская колония. И там, во-первых, очень красиво. Там Америка. Там прекрасные дороги. Там то же самое, что в Америке. Только там много испаноговорящих людей. Все равно там испаноговорящая такая территория. Но смотря где ты живешь. Если ты живешь в неблагополучных районах, где все торгуют наркотиками, там наркотрафики, еще что-то, конечно, ты будешь с этим сталкиваться. Так же, как у нас в Окленд. Каждый день убивают. Не по одному человеку. Все эти грабежи, это все у нас здесь в Окленде. Час езды от меня. Но это не значит, что мы с Риком живем в этом дерьме. Мы не занимаемся этими делами. В Пуэрто-Рика кто приезжает жить? Во-первых, это очень дорогой штат. Это очень дорогой штат. Там все очень дорого. Туда простому смертному лучше не ехать. Потому что вы не сможете там выжить. В Пуэрто-Рико уезжают крупные бизнесмены. У кого очень большие бизнесы. Потому что Америка хочет, чтобы там тоже все благоухало и развивалось. Как это сделать? Нужно туда притягивать людей, которые будут вкладывать деньги в этот остров. Кто эти люди? Это люди-бизнесмены. Как их заманить? Их заманивают тем, что там налог очень небольшой. По сравнению, допустим, с Калифорнией. И у людей, у кого большие бизнесы, они на эти сэкономленные деньги, они могут купить там шикарнейшие дома. Там настолько красиво. Там это Карибское море. Шикарные дороги. Я потом немножко кусочек видео где-то у меня сделано. Лена показывала апартмент, который они сняли. Я вам немножко покажу. Там прекрасные есть дорогие районы, где ты можешь жить. Там куча мужиков, у которых огромные бизнесы. Они там живут, потому что они платят меньше налогов. И там много неженатых мужчин. Это я говорю тем, где искать вам, кто ищет в поиске достойного мужчину. Едете на Пуэрто-Рико. Там очень много благополучных, богатых людей, мужчин, которые живут там из-за налогов. Ты должен там жить. Если ты уже переезжаешь туда, по бизнесу переносишь свой бизнес, естественно, туда. Не меньше шести месяцев на этом острове. Чтобы получить там тоже вид на жительство. Я еще толком не знаю. Сама я вам просто говорю ту информацию, которую я знаю. Возможно, вы этого не знали. Потом, если человек, у которого есть бизнес, переезжает туда, он должен заниматься очень активно благотворительностью. Там также есть условия, что сколько-то там тысяч долларов, не знаю, миллионов тысяч, ты должен жертвовать на благотворительность для детей, для компьютеров, для школ, чтобы развивался этот остров. Там все те же самые магазины, как здесь в Америке, DJ Max, Ross и прочее, прочее. Там очень красивая архитектура, вот эта испанская. Я прям посмотрела. Конечно, я туда поеду. И очень классно, что у меня будет такая возможность. Все, такая же почта, как тут в Америке. Я это уже все посмотрела. И поэтому это Америка, если кто не знал. Пуэрто-Рико. Так же, как Гавайи, это тоже Америка. Но я уж не знаю, этот юзер там 957 или как она называется. Действительно ошиблась. Или для нее было это все единое. После того, как я ей сказала, посмотреть, она ознакомилась с информацией. И как бы это надо быть идиоткой, как она мне написала, чтобы не знать, какой прекрасный остров Пуэрто-Рико. И что там вот такие, как она, они там никогда не будут жить. Никогда. Потому что она там не сможет выжить нематериально. И она там нафиг не нужна со своим вот этим мышлением идиотским. Как она мне сказала, что мы идиоты. Или кто там Лена у меня. Вот. И поэтому, если вот она, вот этот юзер 925, хочет верить в то, что у Лены нету грин-карты. Нету у Лены грин-карты. Успокойтесь. Спите спокойно. Нету никаких грин-карты. И они уезжают в Пуэрто-Рико, в криминальную нищую страну. Пусть для нее это будет бальзам на сердце. Я все сказала. Потом, ну, будем рассказывать вот про Пуэрто-Рико. Я думаю, что так же, как про Мексику, вы многого чего не знали. Я вот сейчас так же эту информацию узнаю. Для меня это очень все интересно. Ну, будем делиться с вами. То, что будем узнавать, будем вам рассказывать. Лена сейчас была там. Они обустраиваются потихонечку. И говорит, не хотелось уезжать. Очень ей понравилось. Конечно, вообще, очень красивый остров. И там вокруг него очень много всяких островов. Можно на пароме ездить. Ну, короче говоря, там много что можно еще что обследовать, посетить. Она мне какой-то остров назвала. Там девочка тоже живет. И этой девочке муж в общем в IT-сфере очень высокую должность занимает. Ну, чуть ли знаете, там не Стив Джобс. Вот так вот скажем. Тоже переехали они из-за налогов. И вот она была на каком-то острове. И я даже никогда об этом острове не слышала. Это просто шикардос. Просто шикардос. И как бы вот. Расширяем границы, узнаем все новое. А кто вот хочет вот это вот, вот это, чтобы это было. Как бы ради бога, живите в своем мире. И там это. Верьте в то, во что вы верите. Продолжение следует...